Итак, дорогие родители, мы продолжаем разговор о проблемах внутричерепного давления. И сегодня мы поговорим о тех приемах, тех манипуляциях, которые вы можете и должны осуществлять с ребенком, у которого уже определено повышение внутричерепного давления. Вот это очень важно, потому что, хотя эти приемы не окажут никакого отрицательного воздействия даже и у здорового ребенка, но, тем не менее, основная наша задача с вами – это определение истинности состояния внутричерепного давления. Но мы сегодня не об этом. Итак, первый момент, который вы осуществляете – это момент массажных движений. Сегодня нам в этом плане активно поможет Ванечка. Вот, поэтому вы кладете ребенка на живот. Это, кстати, можно делать всегда, когда вы малыша перепеленовываете, там, скажем, меняете ему бамперс или выкладываете его на животик. Всегда это лучше делать на жесткой поверхности – раз. И второе – всегда это лучше делать, чтобы он при нормальной комнатной температуре был голый. Потому что это еще элементы закаливания. Кстати, если возникнут вопросы и, скажем, интерес к проблемам закаливания ребенка, мы об этом поговорим с вами на одной из наших будущих встреч. Итак, значит, положение тела ребенка достаточно свободное, достаточно простое. И обратите внимание, что вы делаете дальше. Значит, вы осуществляете массажные движения от затылочного бугра вниз к ягодицам попе. Мягкими движениями вдоль, сначала вдоль затылочного бугра практически руки доходят до ушных раковин, чуть-чуть их отодвигая так, чтобы вот косточка за ушами, так называемый сосцевидный отросток височной кости, чтобы вы его захватывали. То есть, две руки, если мы смотрим, серединная линия от родничка через затылочный буго до начала отростков позвоночника, мы берем за центральную ось среднюю, то две руки идут вдоль этой оси, захватывая, и идут с небольшим надавлением плавно, медленно вдоль затылка, шеи, спускаясь вдоль позвоночника до ягодицы. Ни в коем случае вы не проходите по отросткам позвоночника. Они остаются, то есть, руки идут с одной и с другой стороны, вот осистых позвонков. Итак, вот движение плавно, мягко, медленно, чуть-чуть надавливая, вы опускаетесь вниз, и захватывая ягодицы, ладони уходят вверх. Обратно идет легкое-легкое движение пальцами, исключительно для того, чтобы не нарушить контакт тактильный ваших рук и тела ребенка. И опять легкое надавливание уже можно осуществить серединой ладони. Следующее спускаете вниз и, как бы выдавливая, как будто вы легкими движениями выдавливаете из тюбика зубную пасту. Вот это движение. Раз. Это первый момент. Второе движение. Средними пальцами обоих рук вы проходите по сосцевидному отростку. Еще раз я покажу на себе, хотя это не очень, так сказать, принято, но это будет вам более понятно. Вот вы отодвигаете ухо и косточка, которая идет от височной кости вниз вдоль уха. Вы можете это нащупать у себя, можете нащупать у вашего супруга. Это так называемый сосцевидный отросток височной кости. И следующее движение от верхушки ушной раковины по сосцевидному отростку прямо по кости. Надавливая, это получается такая дуга, вы ее делаете надавливая, уходите к мочке уха и плавно отпускаете движение. Значит, возвращаясь к верху, к границам, к верхним полюсам ушной раковины, ведете дальше вот эти движения. Два. Третье движение вы осуществляете, плавное движение по теменным костям. Значит, вот теменные косточки ребенка, там где посередине между ними родничок и шов. Он не очень у малышей еще зарос, поэтому очень аккуратно теменные ладони лежат спереди. Вы кладете чуть выше надбровных дуг и дальше при положении лежа ведете от надбровных дуг серединами ладони, чуть-чуть надавливая по теменной кости, выше через затылочный бугор и отпускаете в районе третьего-четвертого шейного позвонка. Вот эти вот движения чуть-чуть надавливая, не сдавливая сильно, а плавно, медленно, не надо руки, чтобы скользили очень быстро. Медленно, медленно, буквально на счет раз, раз, раз. Вот такое движение вы осуществляете медленно, плавно, с легким нажатием. Значит, еще моменты, которые вы делаете между этими движениями, это воздействие на точки. Значит, посмотрите, мы воздействуем на точку на сосцевидном отростке височной кости. В самом начале, около верхней границы ушной раковины, раз, точка. Вторая точка. Отодвигаете ушную раковину на сосцевидном отростке височной кости в проекции наружного слухового прохода. Два. И третья точка на сосцевидном отростке уже в самом его конце, около мочки уха. Значит, как воздействовать на эти точки, вы воздействуете средним пальцем, чуть-чуть надавливая, по часовой стрелке. Максимум вы это делаете до 7 секунд на каждую точку. Потом еще раз, потом еще раз. Третья точка. И после этого опять возвращаетесь к движениям поглаживающим с чуть-чуть легким надавливанием. Сколько раз это можно сделать? До 7 раз. То есть воздействие на точки за одну процедуру осуществляется до 7 подходов. То есть вы делаете раз, раз, раз. И такие делаете с каждой стороны до 7 раз. В течение дня вы можете осуществлять такие мероприятия несколько раз. Это будет очень полезно, независимо от того, как ведет себя ребенок. Если вдруг вы видите, что ребенок беспокоится, что он плачет, что он не ест и так далее, что есть проявление ситуации, когда обострение моментов повышения внутричерепного давления, вы можете сделать такую процедуру вне очереди, не дожидаясь того момента, когда вы положите ребенка и разденете его. Воздействие на точки даже можно осуществлять, когда вы беспокойного ребенка возьмете на руки, приложите к себе. Вот он у вас лежит на боку, на руке, вторая рука у вас свободна, и вы осуществляете воздействие на точки. И сразу почувствуете, что ребенку становится лучше. Он успокаивает, после этого легкое покачивание, и ребенок благополучно заснет. Кроме лечебных мероприятий, да, значит, есть еще воздействие на точки. Вы можете воздействовать на точки, которые идут по бокам от пяточной кости. Посмотрите, пяточки ребенка, косточка, с большой и малой берцовой кости, она идет с внутренней стороны и снаружи. И точка расположена на середине расстояния между косточкой большой берцовой кости и пяточной костью и пяткой. Вот это расстояние и точка посередине. С одной стороны, снаружи, с другой стороны, внутри, точно так же, и на другой ноге. И в тот момент, когда ребенок лежит, неважно, вы берете точку, не надо две сразу, вы берете с одной стороны точку и работаете тем же средним пальцем, круговыми движениями, чуть-чуть надавливая с одной стороны, с внутренней стороны, вот, и с другой, с наружной стороны, с внутренней стороны и переходите на другую ногу. Можно воздействовать над эти точки сразу на двух ногах, но сначала, предположим, снаружи вы воздействуете, потом, смотри, если неудобно по каким-то техническим причинам работать с средним пальцем, можете воздействовать на эти точки большими пальцами своих рук, не другими. В китайской медицине не принято работать какими-то другими пальцами, кроме среднего, третьего и большого. Только этими двумя пальцами вы можете работать. Помимо массажа, очень хорошо успокаивает ребенка, снижает им то и черепное давление водные процедуры, или так называемый гидромассаж. Иногда достаточно просто создать ребенку комфортную температуру воды и осуществить погружение ребенка в воду. Причем не обязательно, чтобы он там плавал и так далее. Достаточно, посмотрите. Но положение должно быть строго на спине таким образом, что рука лежит под головой, под шеей, прихватывая шею и верхний плечевой пояс. Вот если ребенок крупный, большой и так далее, то достаточно держать его затылок и шею до верхнего края лопатки. Все остальное свободно находится в воде. Иногда достаточно, чтобы он там просто полежал. Иногда можно осуществить так называемый гидромассаж, когда вы кладете ребенка на спину, включаете с определенной комфортной температурой душ, и осуществляете массажное движение. Вот, допустим, вот это вот душ по часовой стрелке. Вы осуществляете движение сверху вниз от нижнего края шеи, грудь, живот и плавно опускаетесь на ноги. Несколько таких сеансов, несколько таких движений может снять внутричерепное давление очень хорошо. Ну, это основные моменты, которые являются лечебными. Это уже лечебное мероприятие для снятия внутричерепного давления. Причем, вот очень важный момент, запомните, не нужно ждать клинических проявлений внутричерепного давления. Это нужно делать постоянно, потому что если у ребенка есть проблема, внутричерепное давление повышается все время. А в момент обострения происходит как бы еще раз, еще резкое повышение внутричерепного давления. Ну, чтобы вы поняли, с артериальным давлением, есть люди, у которых стабильно высокое артериальное давление, а когда они продолжим понервничать, давление прыгает и получается состояние гипертонического криза. С внутричерепным давлением точно так же. Оно у больного ребенка, страдающего этим симптомом, стабильно повышенное, а в тот момент, когда ему плохо, оно еще больше возрастает. Поэтому не надо дожидаться вот этих вот вспышек проявления резкого состояния. Важно осуществлять лечебные мероприятия плавно в течение всего дня, ну, идеально через равные промежутки времени. Если не получается, то, в общем-то, распределите световой день по вашим возможностям таким образом, что более или не менее равномерно в течение всего дня, вы 3-4 минимум раза осуществляли вот эти лечебные мероприятия. Причем каждый сеанс может длиться, ну, буквально до 15-20 минут. Это вполне достаточно. Так что, пожалуйста, не ждите никаких дополнительных указаний, не ждите никаких дополнительных рекомендаций. Это можете вы сделать сами. И я надеюсь, что ваши дети будут здоровыми, счастливыми, благополучными. Чего вам желаю. И до новых встреч. Спасибо за внимание. Берегите себя.